Все более-менее, тем более, что прослушав уже то, что состоялось, мне придется несколько скорректировать то, что я хотел сказать, то в принципе можно, да. Как я понял, в основном среди участников представителей вузов и средних учебных заведений представителей школ мало. Но в принципе это касается и средних учебных заведений тоже. Вот передо мной докладчик описывал, кто у него подведомственные организации. Это как раз школы и СУЗы. И вот их в основном мое выступление касается в большей степени. Поскольку специфика идущих сейчас проектов по импортозамещению, как я сейчас понял, сводится к тому, что, как говорится, ставятся подведомственные учреждения, если регион переходит на российское ПО буквально перед фактом, причем это происходит на одной из последних стадий. И, что оказывается, сюрпризом не всегда приятно. Но тут хочется, так сказать, успокоить. Мне вот лично по-настоящему плохой Linux. Последний раз попался лет 15 назад, и это был совершенно не российский продукт. После этого что-то там плохое, чем невозможно пользоваться, мне не попадалось. Конечно, были шероховатости, но все дистрибутивы более-менее похожи. Ну и хотелось бы напомнить цитату из выступления Алексея Владимировича Смирнова. Может быть, помню, даже на прошлогодней конференции. Может, я поту, конечно, зато сейчас 100% и точно не ручаюсь. Но все сводилось к тому, чтобы написать приложение для Linux так, чтобы оно работало в одном дистрибутиве и не работало в другом. Задача почти невозможная. Но, тем не менее, у каждого из трех с половиной российских дистрибутивов, почему с половиной, я расскажу потом, есть свои особенности, о которых, так сказать, надо знать. Но я пройдусь очень коротко, чтобы больше времени осталось на вопросы. Ну, начнем мы по алфавиту, чтобы никому обидно не было. Начнем мы с Астролинукса. Вот тут он уже упоминался. Продукт, в принципе, очень интересный. Но есть, опять же, особенности. Кстати говоря, тут кто-то из предыдущих докладчиков его упоминал, но, правда, это ВУЗ был. Прецеденты внедрения в школах есть, насколько я знаю. В Тульской области такой проект был начат еще, по-моему, в 2020 году. Ну, о его особенностях. Ну, прежде всего, я бы не сказал, что это что-то плохое, это, так сказать, из разрядов нейтральных. Это его рабочий стол Хлайос. Воспринимается он многими неоднозначно. Он слишком консервативный в стиле Skyrimindus XP, а ортодоксальным линуксоидом он не нравится из-за того, что он несвободное ПО. Но, тем не менее, он очень легкий. Пожалуй, один из самых легковесных вообще среди современных дистрибутивов. Это вот очень большое преимущество. Вот все отмечают, что позволяет взбодрить очень пожилое устройство. То есть еще, из разряда плюсов, поскольку достаточно популярные трансформеры, он хорошо учитывает специфику сенсорных экранов. Блинукси с этим не очень хорошо, честно говоря, и во флайос тоже не сказал бы, что это сделано идеально, лучше, чем во всех остальных. И плюс ко всему, он практически полная совместимость с Debian. Да, то есть внутренние дистрибутивы бедноваты, но при подключении дистрибутивов в Debian эта проблема волшебным образом рассасывается. Но при этом дистрибутив консервативный, то есть он воспринимается как, по-моему, десятый Debian. Еще есть такой нюанс, и что может быть подводным камнем, если будут в школах пытаться ставить SE версию Астролинукса, тут возможны проблемы. Потому что это очень сильные ограничения, связанные с поддержанием безопасности. Конечно, для кого-то это хорошо, для бухгалтерии или для внутренних нужд образовательных учреждений. Но для поддержки учебного процесса это может быть очень серьезным неудобством. То есть там поставить пакет не из респозитория, это большая сложность. Вот тут у Базальта тоже была история, что поставили сертифицированную версию для учебного процесса, и этими компьютерами было невозможно пользоваться. Вот тут есть риск возникновения такой же ситуации. Следующий дистрибутив – альт-образование. Ну, честно говоря, я бы советовал использовать именно его, если есть такая возможность, потому что он лучше всего нужды сферы образования учитывает. Плюс ко всему еще, вот тут опять же говорилось про одноплатные компьютеры, есть под них сборка. Это очень важное преимущество, я даже это не учел, но учитывая ситуацию с поставками оборудования, это может быть очень серьезным преимуществом. Опять же, два рабочих стола, один полегче, другой более конфигурируемый. Но, с другой стороны, КТИ я бы для школ не советовал. Большой риск того, что он не вполне, скажем так, дурокоустойчивый, есть риск того, что, выражаясь деликатно, любопытные, недисциплинированные, но при этом малоопытные пользователи, то бишь школьники, особенно младших и средних классов, могут там все хорошо поломать. Ну, конечно, это все легко ремонтируется, но нервы потрепать и детям, и учителям можно. Пожалуй, это единственное его слабое место. А еще, в качестве плюса, его можно предложить в качестве операционки для домашнего использования, поскольку есть все нужное для использования в качестве домашнего компьютера. То есть, через репозиторий Альта можно загрузить себе, как говорится, все иногда и то, что нужно. Ну, и последний из списка, то, что рекомендованы Минцифры, это РЭДОС. Но могу сказать, что дистрибутивы, так сказать, корпоративные от НТЦ РАСА используют абсолютно ту же самую пакетную базу, вот эта половинка дистрибутивы и есть. И они отличаются, по большому счету, от РЭДОС только оформлением рабочего стола. Но зато могу сказать сразу, предупредить, что те, кто имел опыт работы с РЭДОСА ФРЭШ, там нет ничего общего. Пакетная база абсолютно разная. Но вот у этих дистрибутивов, опять же, это в большей степени подстерверные нужды. Один из лучших вообще российских дистрибутивов для серверов, учитывая пакетную базу, ну, меньше потенциальных проблем. Опять же, Windows-подобный интерфейс, хорошая, относительно, поддержка оборудования, минусы, отсутствие сборки под одноплатные компьютеры, не слишком удобные утилиты для администрирования, ну, то есть с точки зрения пользователя, конечно, ничего страшного, но администрировать самостоятельно, малоопытному пользователю этот дистрибутив сложно. И, опять же, его не предложишь в качестве операционной системы для личных компьютеров. Хотя для вузов, для студентов это вполне работоспособный вариант. Но вот в качестве, опять же, российских операционных для домашних компьютеров, ну, так сказать, вне конкурса, я бы предложил такие варианты. Если выбрана все-таки Astra, то для дома хорошим вариантом будет Run-to, Run-to Lite. Ну, Run-to это практически та же Zubuntu, но с русификацией из коробки и более таким хорошо подобранным набором пакетов для, так сказать, среднестатистического российского пользователя. А Run-to это хороший вариант для слабых или бюджетных компьютеров. Он очень компактный и там из прикладного пола только браузер, ну, по идеологии похож на стартаркеты от базальта. Ну, если выбрано альтобразование, то, соответственно, Simpli, пакетная база одна и та же, но зато более красивая и есть возможность установки всякого мультимедийного, развлекательного, в том числе игрового ПО. Для пользы, если Redos, то более-менее логичным вариантом видится все-таки Rasa Fresh. Конечно, общего не так много, но все-таки есть. Ну, вот как-то так. Готов к вопросам? Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Здравствуйте. Вот вы выделили альтобразование как хорошую операционную систему, на которой можно многое сделать. А в чем вот ее, как бы, ключевые преимущества перед остальными? Вот что бы вы выделили именно у этого дистрибутива как лучшего? Прежде всего, поскольку не везде есть хороший интернет, правда, выходить из региона, куда вот только-только продали оптоволокно, и то там с этим большие вопросы. И, так сказать, у учителей на местах, особенно в сельской местности, или там для кочевых школ, у которых вообще выхода в интернет может просто не быть. Просто из коробки есть все, что нужно. Не надо ничего дотягивать. А вот с астро или с редосом надо будет что-то подставить. Это лишнее телодвижение. И вот из этих соображений в основном. Слабая зависимость от сетей. Вот от сетей, я не мало чем отличаюсь. Нет, но дистрибутив поэтому много весит, он действительно имеет хорошую базу. Спасибо кому-то большое. Если вы упомянули такую вещь как Рунту, что вы можете сказать о вновь появившемся дистрибутиве GreenLinux? Это русифицированный Минт, это симулятор или это хороший новый проект? Какая ваша оценка? Как сказать, вполне работоспособный вариант. Я его просто не могу рекомендовать, потому что я его лично не пробовал. В принципе, идея здравая, но в том, что касается подбора пакетов, несколько спорный вариант. Я бы все-таки либровый офис оставил. Хотя он для офис мне нравится, я сам пользуюсь. Спасибо. А скажите, пожалуйста, насколько значимо утверждение, что на старых и маломощных компьютерах астры взлетают лучше, чем, допустим, тот же Симпли? Мне кажется, они должны быть примерно одинаковыми. Я могу привести пример. Вы Георгия Башилова знаете, в компьютере раньше работали. В Башилове, да, компьютера. Вот пример такой. У него случилась история с племянником, когда переводили принудительно на дистант. У него было, так сказать, на выбор три варианта, ну, в том числе и с моей помощью. В финал вышли как раз Рунту, Симпли и Астра. Он выбрал Астру вот именно потому, что на старом каком-то МДшном ноутбуке 2009 года он единственный, кто взлетел. На Симпли, кстати говоря, камешек, он так и не смог установить зум. Сронту тоже какие-то проблемы были. А как это исправить, не нашли быстро. То есть, возможно, дело не в взлетаемости, потому что если он попытался установить зум, значит, Симпли тоже встал. А именно в зуме. Да, потому что вот мне лично не нравится в Альсе, но сейчас эта проблема стоит минимум в 40-й платформе. Там поправили работу с флэтпаком. А раньше, если что, вне репозитория, это было мучение. Есть волшебная таблетка EEPM, всем рекомендую. Которая ставит вообще все, что шевелится, и то, что не шевелится, она оживляет и ставит тоже. Спасибо, коллеги. Еще вопрос? Спасибо. Вот у нас конференция называется «Свободное программное обеспечение». Вы сказали, что Astra — это проприетарное ПО. Нет, это проприетарное. А как вы сказали? Вы сказали «несвободное», да ведь? Я сказал, что там действительно, там FlyOS, то есть Fly, их рабочий сорт распространяется не под свободной лицензией, и что некоторым особо ярким сторонникам JBL не нравится. Вот, я бы хотел сказать, что вот, к примеру, к примеру, Alt, да, Alt, он сертифицировался у нас, вот в ЦКСе, центр сертификации, а Astra Linux, она не сертифицировалась, она тем самым сказала, что она является, так сказать, сторонником проприетарного ПО. И, собственно, вопрос, а зачем тогда нужно было про Astra Linux говорить, про RASU, о которой вы говорили, если можно было просто двигаться только в одном направлении и сказать только про Alt? Нет. Просто у нас конференция, как я вижу, что мы продвигаем свободное программное обеспечение. Может, тогда остановиться только на Alt? Ну почему же? Так, коллеги, давайте считать это не вопросом, а комментарием. Я предлагаю. Время, к сожалению, вышло. Мы должны передать микрофон следующему докладчику. Яков Борисович, спасибо большое. Надеемся вас увидеть в следующий раз. Да, спасибо. Спасибо.